Здравствуйте! Сегодня поговорим о самых громких и резонансных событиях, произошедших на территории округа за последние дни. Это игра «Территория безопасности». Меня зовут Антон Лайтович. Мы начинаем. Почти 6,5 лет лишения свободы получил житель Тюменской области, а приговор вынесли уже в нашем округе, в Радужном. Все потому, что 25-летний тюменец торговал наркотиками именно в Радужном и Нижневартовске. Наркосбытчик получал оптовые партии наркотиков, хранил их, фасовал, а затем помещал в тайники в различных местах. В первое текущего года он был задержан сотрудниками полиции. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков почти 70 грамм. Ближайшие 6 лет и 4 месяца 25-летний наркоторговец проведет в колонии строгого режима. Югра вошла в число регионов с низкой мошеннической активностью. Соответствующий рейтинг составил один из крупных федеральных банков. Оказалось, что чаще всего аферисты атакуют жителей столицы. Согласно данным рейтинга, каждый пятый случай мошенничества регистрируют в Москве. Для сравнения, в Московской области происходит 8% таких преступлений. В Санкт-Петербурге менее 7%, а в Югре менее 1%. Чаще всего от действий преступников страдают люди в возрасте от 35 до 44 лет. Самая популярная схема обмана – махинации с кредитами. Как отметили финансовые организации, клиент может стать жертвой злоумышленников только если сам сообщает им свои персональные данные. Уважаемые граждане, не поддавайтесь на уловки мошенников. Никогда не доверяйте телефонным звонкам неизвестных лиц. Не произведите финансовых операций, не проверив информацию. Сообщите о случившемся своим родственникам, близким. Позвоните в полицию. Не принимайте поспешных решений. Положите трубку и не перезванивайте сами на незнакомые вам номера телефона. Не перечисляйте денежные средства неизвестным лицам. Помните, сотрудники правоохранительных органов либо банковских учреждений никогда не просят о перечислении денежных средств. Таким образом действуют только мошенники. В нефтьюганске местный житель лишился свыше 240 тысяч рублей после звонка телефонных аферистов. Сотрудникам полиции потерпевший рассказал, что ему позвонили якобы работники банка. Звонившие сообщили, что на потерпевшего мошенники оформили кредит. А для большей убедительности подтверждения сказанного ему позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Неизвестные убедили нефтьюганск осуществить перевод своих денежных средств на 15 различных номеров, к которым был привязан мобильный банк. Эта операция была необходима якобы для сохранения своих накоплений от злоумышленников. За вами наблюдаем. Вы, говорит, не проговоритесь. Мы хотим, говорит, ловить. Типа Сбербанка где-то сидит, и вот эти машины какие-то. Сейчас у меня, говорит, 79 такой уголовный делок. Отдел безопасности Центробанка, вот, Воронова, Мария Викторовна, вот она вела-вела, говорит, туда-сюда, ну, пошел, снял со своей карты. 150 тысяч запросил, не дает. Потом 140, все дали. И говорит, вот это ваш счет, секретный счет, запасной, типа, чтобы у вас деньги не пропали, я и думал, что это мой счет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничества с причинениями значительного ущерба. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Сотрудниками полиции Нижневартовского района задержан похититель золотых украшений. Это мужчина 33 лет, ранее судимый за имущественные преступления. В приложении для знакомства начал общение с потерпевшей. В ходе переписки женщина предложила приехать к ней в гости. Проведя время вместе, подозреваемый, будучи в квартире один, решил украсть золотые украшения с целью получения материальной выгоды. Пока потерпевшая находилась на работе, злоумышленник украл два золотых кольца и шесть золотых сережек из шкатулки, находящейся в квартире. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 5000 рублей. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». В отношении подозреваемого избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Я напоминаю, что все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте yugradefistv.ru, а также в наших социальных сетях. Это «Югра. Территория безопасности». Меня зовут Антон Войтович. Берегите себя и до встречи. Продолжение следует...